Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 15-го тура английской премьер-лиги Тоттенхэм-Норвич. Встречается 6-я и 19-я команда АПЛ текущего сезона. В 14-м туре Тоттенхэм очень уверенно обыграл дома Брэндфорд 2-0. Хозяева имели большое преимущество и выиграли совершенно по делу. Пчелам повезло, что делали с двумя голами. Правда, первый гол получился немножечко курьезным. Мяч попал в голову Канасу от своего же защитника и залетел в ворота. Во втором тайме у Шпур было 3-4 реальные голевые момента, из которых они реализовали только один, убежав в быструю контратаку, которая закончилась ударом Сонхэммина по пустым воротам. Норвич сыграл 1-1 на Сен-Джеймс-Парк, не сумев воспользоваться численным преимуществом, который команда получила уже на 9-й минуте матча, когда Кларк заработал красную карточку за фол последней надежды на Пуки. Сороки стойко держали оборону, не подпуская близко к своим воротам соперника, а во втором тайме при подаче у голового получили право на пенальти, который с горем пополам реализовал Коллум Уилсон. Почти сразу же хозяева могли забивать и второй гол, но мяч прокатился вдоль линии ворот. Гостей спас Пуки вколотивший мяч с лёта с близкого расстояния без шансов для Дубравки. Очные матчи В последних 10-очных матчах у Тоттенхэма 4 победы при 2-х поражениях и 4-х ничьих. 6 из последних 10-очных матчей были на обе забьют «Да» и Пуровну на тотал меньше-больше. Норвич не побеждал Тоттенхэм в последних 5-очных матчах. Последние 3-очные матчи прошли на обе забьют «Да». Тоттенхэм под руководством Антонио Конте начал неплохо, если не считать поражение от Муры в Лиге конференции. В этом сезоне еще при Нонусанту Шпуры успели отыграть 2 длинные серии по 5 матчей, но обе забьют «Нет» и тотал больше. При Конте пока не совсем понятно, в какую сторону будет тяготеть команда. Дома Тоттенхэм выступает неплохо, только 2 поражения и 5 побед, при этом чуть чаще на своем поле Шпуры играют нулевые, но результативные матчи. Норвич уже много отыграл серии с 3-х и 4-х матчей, причем совершенно разношерстных. На выезде Канарики начались длинные нулевые серии с 5-ти матчей, которая сменилась двумя матчами на обезобью «Да». В последнее время Тоттенхэм и Норвич любят играть результативные матчи, но последняя кубковая игра между ними была на 1-1. Сейчас у Норвича набралась серия с 4-х матчей без поражений. Такой удачной серии в этом сезоне нет даже у Тоттенхэма, поэтому тут хозяева должны бы брать победу. При Конте Тоттенхэм очень солидно провел 2 последних матча с Лидсом и Брэндфордом, при этом добился результата. Если команда будет идти по восходящей, она имеет неплохие шансы подняться в зону Лиги Чемпионов. Игра Норвича с приходом нового тренера не претерпела сколь-нибудь серьезных изменений. Разве что результат пришел при той же игре, но это рано или поздно должно было случиться. В Норвич с детства Тоттенхэм должен побеждать на дежурные 2-0. Пожалуй, гости разве что гол престижа могут забить. Из связки тотал больше оби забьют до победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на оби забьют до 2-0-9. На тотал больше 1-85, на победу хозяев 1-42. Здесь на победу хозяев дали очень даже неплохие 1-42, их вполне можно даже играть, ничего не выдумывая. Не будем забывать, что Тоттенхэм матч с Бёрли пропускал, поэтому будет выглядеть чуть более свежим. На роль доходного варианта здесь можно взять оби забьют до за 2-0-9. Норвич, похоже, сейчас после длинной нулевой серии стал на дорожку забивных игр. И тут скорее всего же можно ждать чего-то вроде 2-1, чем 1-0. Дело в том, что в последних играх в этой паре четко играются нулевые забивные серии ровно с 4-х матчей. Вперед с 2012 по 2013 годы прошла серия с 4-х матчей на оби забьют до. Затем с 2013 по 2016 годы настала очередь в серии с 4-х нулевых матчей, которая сменилась новой серией на оби забьют до, которая сейчас достигла 3-х матчей. И осталось сыграть 4-й матч на оби забьют до, после чего начинать длинную нулевую серию. На этом все, дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи, будьте здоровы!